Почувствовать себя настоящим Рэмбо и проверить на что способен. Для каждого из этих ребят вопрос, как отдохнуть этим летом, даже не стоял. Вместо обычного оздоровительного лагеря эти подростки выбирают военно-патриотический. Маленько подкачаться, чтобы были мышцы побольше. Хочу с парашюта спрыгнуть, я думаю, все хотят. К тому же будет еще на воздушном шаре будем летать. Так что подготовка будет по полной программе. Боевые офицеры, которые все 18 дней будут рядом с будущими защитниками Отечества, дают последнее наставление родителям, детей. Никаких сотовых телефонов. Личное средство связи будет только отвлекать подростка. Связаться со своим ребенком можно будет в любое время через командира. Такой армейский порядок родителей не пугает. Папа и мама говорят, для мальчишек это полезно. Хочу, чтобы он немножко мужественным человеком стал. Это как бы подготовка перед армией. Ну и дисциплине, в общем, всему хорошему он учился. Не то, что ходить по улице там с сотовым телефоном. У нас это не пионерские все-таки лагеря. Ближе как к Зорнице. Я думаю, что будет интересно. Все-таки одни мальчики. И как коллектив мужской, та же армия. В военно-патриотический лагерь «Хочу стать десантником», действующий на базе учебного центра Кустовского военного училища, откроет свои двери перед мальчишками уже в седьмой раз. В этом году ребята станут бойцами четырех отрядов с грозными названиями «Барсы», «Ягуары», «Тигры» и «Львы». Ребята научатся быть настоящими мужиками. Это самое главное. Все остальное, что мы там будем проходить, военную топографию, они будут изучать мины, технику, санитарный подготовка в том числе будет. Ну и ряд других дисциплин. Ну это все атрибутика. Поверьте, и прыжок с парашютом. Это все инструмент для того, чтобы воздействовать на психологию ребятишек. Сегодня воспитание мужчин, возвращение уважения к армии, чувство долга, вот это все, конечно же, лежит в основе той программы, которая будет вот эти вот две недели, больше двух недель с ребятами проводиться. Уже по традиции перед отправкой в лагерь будущие защитники Отечества зложили живые цветы к мемориалу воинам, погибшим в Афганистане и Чечне. Сергей Щеплягин, Сергей Пермовский. Объективно. ННТВ. Субтитры создавал DimaTorzok